Крымско-татарская общественность возмущена подрывом электрических опор своими бывшими земляками, которые теперь живут на Украине. Многие представители этого народа рассматривают энергоблокаду полуострова как террористический акт. Они выразили уверенность, что Крым справится с проблемами, а виновники будут наказаны. Тройку организаторов подрыва электропор в Херсонской области – Джимилева, Чубарова и Ислямова – крымские татары критикуют и не поддерживают. Общественники уверены, эти люди давно утратили авторитет и не имеют права выражать свое мнение от лица целого народа. Их действия направлены на ухудшение условий жизни крымчан и не несут никаких благих намерений. Заявления и выход Килинура Ислямова лидеры крымских татар считают неадекватными и преступными. Этот теракт трудно понять с человеческой, да и с политической точек зрения. Куда смотрит сегодня Евросоюз, когда теракт самую высоковольтную линию взрывают? А где гарантия, что они завтра не пойдут на ТЭЦ, не пойдут на атомные станции? ИГИЛ тоже так развивался и начиналось оно все с этого. Духовенство мусульман Крыма тоже критикует организаторов теракта. Традиционный ислам учит добру и уважению к людям, что никак не сопоставимо с действиями экстремистов из числа крымских татар по ту сторону границы. Муфтият Крыма расценивает отключение полуострова от электроснабжения как отклонение от религии. То, что происходит сегодня на границе, можно отнести к разбою. Поэтому люди, стоящие там, думающие, что они делают это во имя Бога, каким-то образом они должны взвесить свои действия и подумать все-таки, не попали ли они в раздел разбойников, за которыми просто молиться не будут мусульмане. А раз мусульмане не молятся здесь на земле, то, соответственно, и Бог их не принимает как мусульман полноценных, потому что это одна из самых тяжких грехов. Крымско-татарская общественность уверена, что закономерный финал политических авантюристов не заставит себя долго ждать. Преступники рано или поздно будут наказаны. Не вечно будет Порошенко, не вечно будет Яценюк, не вечно будет правый сектор. Я думаю, это скоро закончится. И управа будет не только в Украине этим людям, и управа будет и в России. Но она будет. Общественники отмечают, что варварские методы по ту сторону границы и экстремистские высказывания от лица их народа не имеют ничего общего с реалиями жизни на полуострове. Татары Крыма своё будущее видят в мире и согласии со всеми народами. И в единстве с Россией. Артём Артёменко, Денис Тищенко. Время новостей.